Комплексные соревнования по лёгкой атлетике паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» прошли в Республике Чувашия. В них приняли участие лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабовидящие и другие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Ульяновцы принесли в копилку региона 12 медалей, из которых 6 золотых. Подбадривали, настраивали, мотивировали как могли. Самое главное, что результаты ребят показали хорошие для данного уровня. Соревновались спортсмены в толкании ядра, метании копья, прыжках в длину, а также беги на различные дистанции. Игры стали долгожданным событием для ульяновских паралимпийцев. Так Анастасия Соловьева прибежала первой на дистанции в 200 метров и смешанной эстафете. Бег для неё не просто спорт, а призвание. Наверное, правильно будет сказать, что лёгкая атлетика выбрала сама меня. У меня очень яркая родословная сестра моей бабушки, она олимпийская чемпионка. В эстафете 4 по 4 в 180 году в Москве. Ещё одной победительницей соревнований в Чебоксарах стала Светлана Волкова. Теперь она девятикратная чемпионка России в толкании ядра. После того, как девушка потеряла ногу, прошла долгую адаптацию и увлеклась спортом, жизнь для неё открылась с новой стороны. К победе в Чебоксарах Светлана шла долго и упорно, поэтому золотая медаль сюрпризом для неё не стала. То есть я занимаюсь 8 лет лёгкой атлетикой у тренера Стофеева Александра Игоревича. То есть это долгая и муторная работа. Тренировки у нас проходят каждый день по несколько часов. Чтобы добиться результата, нужны каждодневные тренировки. Сейчас ульяновские паралимпийцы отдыхают, а с осени начнут готовиться к всероссийским соревнованиям, которые пройдут в феврале 2024 года. Будем надеяться, что они снова приедут с множеством побед. Юлия Руднева, Бахтияр Салтанов, Уллправда ТВ.